всем привет это сингапур мейджор дождались наконец таки вторая игра на сегодня гамбит против вичи оппонент сильный первый был т1 матч закончился 2-0 довольно простой был для гамбит и первое серьезное противостояние будет против вичи эта игра на стриме до прямой эфир не в записи и абаддон да абаддон из прошлой игры его вспоминают и забирают по банам гамбит банят пангальера марса грим строка ценку и бестмастера вичи же отвечают виспом леоном тимбером тайт хантером и морфингом пока баны не отличаются какой-то своей меты на мейджоре еще не сформировалась но я думаю она и рано какой-то смертой за два дня всего на первые два пика забирают себе пока и они гамбит вичи гейминга отвечают шэдо шаманом и вк пеникс на третий и сэнд кинга добирают довольно активный пик у вичи но из приятного у гамбит есть энигма сильный саппорт а возможно и оффлейн герой пока еще не знаем и четвертый пик если пак это мидер хотя могут и сместить на оффлейн в теории ничего гамбит нам так делать не мешает по идее могут убирать кора а потом уже решить да это кор вивер пока не до сих пор могут свапнуть на третью позицию это в любом случае а нет кстати нет теории еще есть варианты при которых это будет тройка и нигма надо выйти из тени вот так да вроде лучше банят еще и кунку гамбиты посмотрим что же у нас будет у вичи не хватает им мидера возможно какой-нибудь шторм им приглянется хотя шторм по идее приятен ли шторм для гамбиты вот вот что думаю а почему нет теории до бан земель и вот так возможно это бан земель и мид конечно но я думаю вичи рассчитывают на мид пока а мне кажется что они прямо хотят свапнуть хотят все таки поставить его на третью позицию и добрать в мид кого-нибудь я не знаю может быть даже эмбер спирита возможно войт спирита пока у меня одни спириты из вариантов последний банк гамбит это дк не хотят чтобы их запушили против быстрой игры а чего же у нас боятся вичи никса это баратрум наконец так это баратрум только пересматривал финалы прошлого мейджера вспоминал что баратрума таки не хватает и гамбиты мальчики пикают войт спирит уже для вичи пики по идее равные до коэффициент на гамбит около 6 явными фаворитами здесь идут вичи но я думаю не стоит недооценивать гамбит тем более после прошлой уверенной игры да там было т1 все-таки разница огромная между т1 и вичи и смогут ли проявить себя гамбиты здесь увидим посмотрим пойдут ли black hole after life а ну пак от ноу вана я думаю максимально качественный должен быть дрим на вивере и иммершн на синем быке ну конечно у вичи гейн пик уверенной есть и стабильный кор и хорошего флейн и прокасты да и магии хватает я думаю здесь бкб необходимо будет всем в первую очередь виверу чтобы не погибать потому что без бкб я думаю тут жизни не будет вообще слишком уж сильный прокаст у вичи проверить звук все отлично 15 1 11 довольно уверенно игра так и что у нас и это не гг это всего лишь команда в консоль ну что ж первая игра мажора которую я комментирую для меня первое посмотрим будем болеть за гамбит надеемся что шансы у них есть что они главное покажут хорошую игру это был очевидный байт конечно даже не было варда как будто тангус переложил как будто бы ставил но мы-то с вами видели что варду него и не было гамбит не забатятся у них был вард они прекрасно прокликали видели факт даже не стал проверять вард который здесь ну и понятно все таки без фейсшифта получает пичку от тавара паком с маленьким армором не хотелось бы пока без файта руны должны забираться 2 в 2 хотя на верхней линии нет просто отступят сделает вк стан и вкачивает 3 руны для вичи гейминг забирает верхнюю руну дюай и всего одна останется для гамбит дота тв вот где здесь ты видишь руну ладно тп вниз от абадона будет стоять вместе с вивером по линии у нас на легкой дрим на вивере санейка на абадоне на мид линии противостояние на у вана на паке против войт спирита я не знаю какой у него ник по этим аэроглифом и на верхней линии у нас энигма от астер лайфа и баратрум и мершин проседает уже пак линия активная могут убивать оба персонажа со смещением за портов так точно могут делать фраг что у нас происходит у вк у вк уже есть топорик всего пока два крипа правда неприятно но в будущем я думаю он вернется он обязан возвращаться так что у нас у пака 6 на 0 у войт спирита 81 здесь все будет более-менее ровно и на легкой линии у вивера 6 на 1 клепстат но все-таки здесь будет попроблемней качает я думаю пассивку all the eleven и будет довольно сильно пушить линию нет или это будет пески с себя ска возьмет да все-таки пассивка чтобы пушить гонять вивера и будет неприятно стакает здесь санэйка сможет убить целую пачку здесь есть вард у вичи гейминг они все это видели все это понимают будут контролировать я думаю так просто не от не дадут это сделать да уже идет all the eleven когда будут пески он это сам с удовольствием зафармит были бы пески это было бы идеальное место для хелкинга на себя щиток и первый фирт плат я пропускаю это соло фраг странно не доиграл здесь но он даже без саппорта без ультимейта просто соло фраг от войт спирита что у нас по уровню получается да почти на левел уже опережает вот теперь опять гоняет пока еще и нет ботла у но вана это крайне неприятно уже есть он вот теперь это и я думаю это будет только ухудшать ситуацию просил у нас братрум также хп просила и у рискинга но он уже лаской отхилился набирает крипов уже 17 но лучше всего по крипам у нас у цен кинга которого в линии если стан да добиваю даже без стакан кинга а может быть нет стики заранее просто погоняет даже в обратную здесь dream ну просто такой линии стики это имба стики вивер себе на первые деньги и берет размен уже с выходом и умершина размениваются и возвращается пока что у него до ботла уже летит где курьер это брейкер да вот вот ботал только знал и он уже себе его докупил пак приносит себе новые тангусы капли чтобы на линии не так сильно проседать кстати об иммершине есть сапог есть кольцо транквилла на спиртбрейкере интересно покупка нечастая я буду рассказал редкая покупка тем временем шесть зрителей всем спасибо приятно проседает здесь в к есть не хватает много маны все удаун есть должны убивать я думаю есть его кастан выдумали фейс да это простой минус по керри века у него и так все не так хорошо спит статом а еще и смерть на миде уже есть ультимейт уводит спирита и вот сейчас появляется упака можно выходить на войт спирита какого-нибудь паратрум разбежаться я думаю чтобы делать иммершин подстакает лес я думаю да никогда лишним не будет и здесь санейка сурбо веномом за счет тапка ушли до шамана его никак абадон не догонит кстати подставляется это может быть фраг да то фраг по санейка уже странно выходить здесь дальше никого фрага не будет на верхней линии улетает стопа enigma подсует один башню конечно зато спасается собирает некров это уже стало классикой на enigma просто замена старыми дасику который стал слишком дорогим ну и некра по игре полезны в любом случае вряд ли он будет их максить скорее всего это будет некров 1 а потом даггер потом бкб кстати 5 уровень да можно убивать нужно убивать я бы сказал феникс не имеет луча да это очередной фраг по вк хороший выход от ноуана и забирают мидера пичи гейминг какого мидера господи мидер гамбит выходят и убирается ну и вот за такую оговорку ушло три человека но вот серьезно обида dream должен гонять лд левана он его пески в 3 жестоко жестоко шедо шаман хочет получить свой ультимейт ультимейт от олд левана пока и здесь забирают тонейка 4 3 для вичи гейминг что у нас по графикам топ-1 пак за ним сэн кинг следует у него до даггера остается всего 1000 золота должен ее получать скором времени и близок ультимейт еще и шаман я думаю с ультимейтом они должны здесь поддавить вышку либо же сместиться куда-нибудь и забрать ее там а здесь же и долон и некра под пушат энигму выход на медлинию ультимейт поводит вперед от пака упрыгивает вот теперь уйдет ли здесь свивер здесь баратрум нет не уходят никуда вот теперь и забирают также еще и расту хорошее подключение от и мершина вместе с дримом это минус 2 это плюс 600 голды и 1000 опыта для гамбит и по графикам у нас все в ноль небольшое было преимущество у вичи его вернули обратно гамбит тем самым выровняв игру разбег на феникса отменяет понимаю что глубоко есть и аванпост здесь пока пока цеплять нечем ремнант мимо и пак просто уходит вич блэйд нет нет чтобы будет у нас упака да упака вич блэйд ничего удивительно в этом нет вивер молнии наверное да уже есть джавелин даже на шестом уровне вкачал ультимейт по и по йою понимая что умирать надоело и погибает без ультимейтов даже спирит брейкер не погибнуть бы здесь санэйка очень мало хитпоинтов и 4 руны для вичи гейминг вот что неприятно для гамбит это отдать все перерывно но ван в инвизи на верхней линии я думаю цель его олд элеван который топ-1 он сейчас его убивать нужно но здесь центре вард от вичи гейминг и может на нем попасться пак и у нас пак подставляется еще и пак как неприятно здесь уже его экспирит хороший блэкхолл сбить нечем не забирают олд элевна не хватает пары тысяч от пока и никого здесь не заберут обе команды никого не теряют интересный выход но выбрать иммершин яйцо от феникса под коп забирает спирит брейкера и не хватает еще и абаддон погибает и не хватает дэмэжа по олд элевану у него уже даггер стики и 1100 хитпоинтов и не везет здесь гамбит теряют 500 голды которые получили в прошлом файте и преимущество уже 3000 для вичи и ошибочка здесь от гамбит не стоило дайвить уже так глубоко потайдли на вышку когда все герои вичи здесь и смог от олд элевна вместе с дюваем а нет все таки идет дальше во вторые третьи некрономиконы подставить и лепак сбивают даггер а у него даггера и нет доставляется еще и иммершин как неприятно станут вк еще правильно девая и преимущество уже в районе четырех пяти тысяч после обновления графиков смещаются на пуш т1 т1 они заберут легко есть скелетики от вк еще и даже верхнего т1 не отдают прожигают афтерлайфа но забить тп здесь нечем не хватает дэмэжа быть прокачан луч вот изначально 3 в 4 здесь бы не выживал афтерлайф на виде разменяли какие-то новости приятные для гамбит забирают вышку забирают шеду шамана и используют смог давайте 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 так их разгон олд элл отменяется понимая что т1 вышка сэн кинг имеет и блинк может и подкопать да и хоста в ботле явно не на руку для гамбит и свою атаку они приостановили но тем не менее они здесь в пятером ну должны же цеплять после смерти тавара добиваю тавар цепляют нет в лесу реминант дим хороший враг отводит спирита прожигают санейка здесь у нас погибает ли на олд лаван наконец-таки теряет свой стрик и в размен погибает абаддон врыв и мершан отступают свитчи и больше никого не заберут гамбит но в любом случае они забрали двух героев топ-1 сэн кинга забрали вышку хорошая парами пятиминутка для гамбит здесь но это только разменцы габабаддона вышку они не учитывают по графикам да выровнялись преимущество перестало расти это 3000 для вичи да неприятно но всего 3000 по сути такой компакт можно такой компакт нужно и я верю верю в гамбит они справятся саши яшу будет брать вивер пока что него пт и молнии из таких ставных артефактов и на пятнадцатый уже не отдают 4 на олд лаваном врыв black hole есть но и без него справляются с сэн кингом хорошо правильно уже на топ-3 сместил ли сэн кинга правда из неприятного на топ-1 выходит рейс кинг у которого по язык мидасик собирает радик и здесь никак они по ее не накажут нужно просто что-то кардинальное забирать для вивера и пака потому что вк с радиком будет жечь всю команду гамбит это будет крайне неприятно и противопоставить пока этому нечего до проказ от пака мы понимаем что вк слишком плотный врыв провокация на пака яйцо от феникса если кому разбить яйцо разбивают забирают феникса может погибнуть и олд элеван энигма блэк-кол бы дать хорошенький блэк-кол от энигму ну уже поздно подкоп погибает минус 4 отлично вк ну вк уже не забрать минус 4 в 2 хорошо а неожиданно приятно без вк дрались 4 в 5 вичи за это и поплатились ну вк я думаю не убиваемый на таком моменте без ультимейта пака тем более и пак себе уже по идее несет даггер да что у него в курьере да даггер к нему уже летит будет намного более мобильный ноуан и самое главное что они охладили лд элевана убили три раза спустился на середину таблицы и в очередной раз на лд элевана жучки нет у блинковывается да под т2 вышку и дальше уже 9 опасно цепляет тем не менее пак ультимейт от олд элевана отменяет и должны его должны забирать то сгрызаю здесь цент кинга и буду добивать т2 вышку хорошо а уже как будто бы вичи не ведут инициатива уже в руках гамбит да из неприятного фармят вичи фармит века у него уже есть сократ и меньше тысячи остается дом радианса и вот это вот новость для гамбит неприятные аван пост еще перехватывают пока даже его не вернут здесь вичи пока эту вышку не заберут убить ввк сейчас до радианса было приятно а пока графики я думаю до 1000 они уменьшатся и выравниваются я думал гамбиты как-то потеряются остановятся но нет просто врыв просто фраги забирают две вышки на верхней линии и крайне достойная игра есть по ею так выход наверх разбег на олд элевана очередная смерть еще с ультимейтами immersion юл а юл своему пак подсейвил погибает здесь пак нет пак не погибает пак поживает размен брат рума на сэн кинга но самое неприятное это вот этот артефакт кекс по абадону и оттуда никуда санейка не денется добивает его по ею и мы уже думаем каким образом что собирать чтобы этого вк хоть как-то остановить у вивера саша яша после молнии собирает блэкинг бар ну я думаю хотелось бы что-нибудь из урона возможно мкб возможно даже ну да и дал бы иметь запасной не берет атаки с фэйтшифт пак полностью магический пак собирать линку и раскастовывать вичи гейминг что у нас у спиртбрейкера собирать перед весел до весел еще 800 голды не так близко а а и нигма даже без даггера третий некра просто и блэкинг бар ну третий некра полезно да чтобы светить нг под песками чтобы не тратиться на дасты на миди стычка хороший сайленс санейка может опять погибнуть санейка погибает врыв от имёршина яйцо пока никто не погибает кроме санейка да кроме имёршина погибает имёршин и еще и вышка за вичи гейминг с радиком идут давить вичи мы понимаем что все уже не так радужно у гамбит а что по графикам а по графикам 2000 камбэкнули в тот раз гамбит и в очередной раз преимущество скатывается в сторону вичи и надо что-то делать придумывать здесь гамбитом пак до линьки еще далековато и линька ему здесь необходимо что шаманы против станов пк инициации от войд спирита смоук от гамбит а куда они хотят выйти all the eleven в очередной раз да это шестая до шестая смерть для стенкинга они просто опустили его на топ-5 снизу и выход на рошана без ска пойдут ли вичи драться есть яйцо не если не имеется то есть black hole и перевернуть бы сейчас игру перевернуть в игру вот спит и выйдет разгон по ее нападательные не хотят убить шамана здесь похуже здесь вивер до забирают пью подставляется на уван арбадаггер так не уходит погибает здесь и санэйка и занаглели здесь гамбит black hole отличный по двоим но сразу же его сбивают бэйбэк от феникса погибает из after life погибает и иммершн и помимо всего это еще и рошан для вичи пойдут ли да идут ситуация очень печальная скорее всего это была game change ситуация смотрим графики да уже больше 4000 и как бы это не было началом конца для гамбит неприятно неприятно его теперь у аегис его теперь никак не убить а у него есть агоним него есть юл и инвиз куча инициации будет от свой спирита и что-то гамбит должны придумывать а какие есть в принципе даже в теории у нас планы то могут гамбиты сделать чтобы эту игру себе вернуть мы всегда помним про black hole пятерых а кроме этого потому что даже если будет black hole пятерых вк два раза не убьют войспирит аегис дрим койл хороший романа забирают пкб от дрима один раз забирают войспирит но на второй раз я думаю иммершн просто отдать брат рума ну хороший выход заберут еще здесь и абадона но я думаю что это не страшно минус 2 в размен на шамана и аегис я думаю гамбит довольны мне нравится как они принимают решение они не боятся нападают на аегис и в итоге файт как будто бы для вич но на самом деле это большой плюс для гамбит не будет аегиса они не зайдут на т2 обеспечивая гамбитом еще немного времени возможную покупку сказать для вивера линки для пока она уже имеется и что у нас у да все таки берет даггер до бкб афтерлайф блин ковается немного подфидел экране вичи но это я думаю это не страшно графики так кстати остановили тем самым файтом всего на 4 очки графики стоят и на 26 это уже не так уж и страшно вывером бкб появляется как появляться нужно было в том файте конечно это первая игра лучше не судить не судите так строго стан по виверу платят ли фокуса нет блокинг бар забирают расту заберут ли и заберет еще и яйцо хорошо разменка 2 в 1 отличный блоков по троим от афтерлайфа какой же красавчик добивают свой спирита добьют добьют ли по йо-йо один вивер остается забирать первую жизнь двое игроков гамбит улетает стопе сбить нечем оно и не нужно хорош вот это блэк холл вот это блэк холл 4 в 3 2000 для гамбит и они показывают что игра еще вся впереди красавчики гамбит прекрасная игра да вернут себе преимущество в очередной раз только начинают вести вичи как тут же появляются гамбиты и все себе возвращают достойная игра абсолютно коэффициент 6 на гамбит не окупается да лидирует здесь вичи но мы понимаем что вот но опять же из ради справедливости насколько часто афтерлайф будет такие блокхоллы выдавать нет если каждый файт я только за но вряд ли такую позиционку плохую еще раз займут вичи настолько сильно подставившись но мы понимаем даже этот файт почти принес блэк хинг бар для афтерлайфа и в будущем такой блэк холл сдать будет еще проще пока его кроме как яйца феникса сбить нечем здесь мёршн поставляется завардил так сказать здесь и вивер нарезает олдэлэвена имеет бкб ну может отойти стоит нет олдэлэвена забирают а какой план дальше просто отступают гамбиты здесь ну пока вот пока выйти проблем нет никаких и ноуан отступает ну да плюс для гамбит даже такой размен из неприятного вивер теряет драгоценные секунды блэк хинг бара и вот для него не то чтобы это приятно и без бкб дэмэджа будет намного больше у вичи теплёта бадона здесь у него есть патимейт еще ультимейт свой использует хилиться в рейс кинга а здесь пока забирают расту феникса убить бы ринка срабатывает у ноуана яйцо отступают гамбиты да просто забрали нет пак подставляется уйдет ли пак есть арба есть шифт хороший ультимейт по фениксу получает много дэмэджа здесь дрим убегает блэк холл просто отличный очередной от афтерлайфа забирают феникса могут еще и вк забрать вк дагарит теряет первую жизнь сэн кинг влетает сэн кинг на афтерлайфа наказывая 2 в 2 это должно быть в плюс для гамбит нет все таки в плюс для вич и цепляют еще и здесь дрима у него есть ультимейт да у него 9800 хитпоинтов соскаде вивер жирный так просто его не убить и собирает себе сайланс а вот сайланс это классно сайланс по тому же фениксу который его никак себя не скинет по войд спириту да у него есть юл он уйти сможет но вот раста вот необходим я думаю гост расти чтобы так его вивер не забирал но с другой стороны будет гост будет прокаст от пака и я думаю здесь шедушман рад особо не будет гост кстати имеется у абадона еще и барабаны ну такой 2000 хитпоинтов плотненький у нас санэко на медлине нет все таки отменяет разбег видимо что это больше суицид нежели врыв да кстати еще и эссенс ринг умершина вставляется энигма заберется вардами уже есть сайланс да и мы видим работает сайланс по шедушману убивают еще и олд элевена дожигают мёршина и минус феникс хорошо здесь конечно рубят по йо-йо пока 3 в 2 это будет 3 в 3 да и остаются мидер керри обоих команд ну и замес у нас в этой игре замес дичайшие игра крайне интересная 2000 хитпоинтов 33 минута и мы видим что у нас ну почти по 2 фрага в минуту игра крайне интересная до сих пор непонятно кто ее возьмет шансы есть у обоих коллективов но конечно же я думаю мы с вами болеем за наших наших мальчиков фраза сворованная конечно да тогда просто за гамбит болеем дрошана сколько 20 секунд а если курьер да есть курьеру гамбит не стесняются курьер с курьером своего обладона отводят и главное сейчас это кому же кому же уйдет рошана инициация хорошая по войск спириту продолжим как то ее сайленс хорошо забрать войск спирита забирать войск спирита прекрасно байбек у него нет яйцо мимо теряю здесь иммершина секс по виверу но он уже в шокучах и вот по йоя бы еще убить конечно как же проседает вивер да вк просто машина вк плевать добить нечем стан по триму да и по йоя просто живет подставляется пак по йоя нарезает ультимейт от сэнкинга еще здесь дрим подставляется погибает дрим теряя огромный стрик и вот это было уже конкретной ошибкой все таки с таким стриком умирать неприятно а кому он достался ты его забирает и забирает еще и шаман он купит себе и шарт и скорее всего гост но он за это уже поплатился должен умирать здесь и олд элевен да возможно девай подставится девай улетает и здесь уже сдд по йоя который если что готов нарезать всех гамбит что с по итогам обратная сторона в плюс для гамбит и пока преимущество не уходит из границ 4000 за всю игру несмотря на ее напряженность и враги от обеих коллективов смог возможно нет у вича а имеется ли в принципе смог вожлинку и до сих пор самая желанная цель у коллективов я думаю это рошан вк цепляется но это странно да он слишком жирный у пака есть хоста что он все будет собирать собирать линзу главное что есть из реалблей может кого-нибудь подсейвить от врыва вк и по чуть-чуть радиком но так ты его не сберешь он просто все перерегенит и поэтому пою нет здесь имеются варды от гамбит и все прекрасно они контролируют здесь ну понимают что смог от гамбитов давайте 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 враг бы сделать до рошана забрать какого-нибудь пеникса сэнкинга ждут выжидают но подать наука страшно его же не убить просто заперет курьера и никого подцепить не удается в рошпите дрим смог ответ на твиче врыв дрим кол отлично по троим просто бьют ли яйцо фокус да хорошее минус яйцо иммершн но пока живет блэк холл опять по вк пол д леван это минус сэнкинг вк должны добивать хотя бы первую жизнь нет нет первую жизнь даже не забивают и здесь уже погибают два игрока команды гамбит 2-2 очередной ровный файт плюс он для гамбит конечно но возможно рошан из-за этого пострадает нет все таки здесь есть пак пак так просто рошана не отдаст байбэк это бадона байбэк от расты как же сэйвит всех пак просто два байбэка насколько ровная игра вивер цепляет вивера витимата не имеется бкб пока тоже погибнет ли погибнет ли вивер нет живет погибает ли шидоу шаман хотя может подставиться и иммершн да погибает и иммершн но главное что не погиб вивер это самое важное для гамбит даже да пайбэк как же боевая игра дрим получает баш от вк неприятно убьют ли убьют ли не убивают витспирита добивают витспирита таки здесь уже олд левен байбэк от витспирита бкб от дрима убегает вивер и отступать должны наверное здесь гамбиты да они и отступают 40 минута да тенденция сохраняется два фрага почти за минуту и здесь же не рискнут ну да ну надо же суицид просто пайо да он собственно и уходит из рожпита фак ну никак вк здесь не подцепят еще и получается измерил и ставит паузу пью пу пью или вайт понимает что против гамбит шансов он не имеет что у нас по графикам 2000 вся игра вот просто как будто бы не бывает другого преимущества и наконец-таки гамбит все ближе к нулю возможно и к своему лидерству на этой карте то же то же самое и с экспириенсом уже 41 минута вроде бы довольно поздно но мы понимаем что рано здесь пока еще рано ничего не понятно никто фаворит никто выиграет эту карту единственное что понятно так это то что все-таки коэффициент 6 на гамбит это было странно да возможно 3 ну 3 и нужно но явно не 6 и самое приятное какую форму показывает гамбит не бояться действует активно уверенно и не будем загадывать но шансы у них на этой карте имеются смог куда они выйдут ну сенкинка ну сколько ну хватит уже жалко 11 смертей но вы и так его загнобили вк бы вк бы убить хорошо носочком жирны понимаю вот это врываются на шеду шамана бкб у шамана нет black hole хороший по двоим феникса убить не удается яйцо хорошее ставится здесь нарезает шеду шамана дрим но дрим получается станут яйца не погибнуть бы дриму здесь а дрим здесь погибает и вот это крайне неприятно а это похоже это еще и минус иммершн это минус рошан это рошан для вичи и ошибаются гамбиты неприятно конечно только 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 они графики хоть как так себе начали располагать и очередной скачок для вичи и это еще и минус рошан здесь факт никак не заберется мхинга и я думаю с айкигисом должны давить здесь вичи да уже за т2 стоит лгн понимая что всего три гагамбит живы даже на хг успеют зайти дремку он не даст ничего абсолютно да уже и хг подпуш вот по йо он может забрать даже линию пак просто вот этот пушить но по йо уже здесь самое главное здесь есть крип и они заберут даже глиф здесь не спасет могут даже на т3 на нижней линии приключиться да идут на т3 понимая что вивер не байбекается это минус две стороны как же наказывают вичи они просто забирают две стороны и рошана за одну ошибку гамбит и отступают не подставляясь какая же неприятная ситуация для гамбит это не я виноват честно да по-любому не я ну да сказал что шансы есть я же не сказал что типа изи гамбит побеждают здесь и вот как за пару мгновений просто еще и минус пак да еще и типа как вам не стыдно но ван одезморалить графики уже пятнашка просто вот по щелчку пальца просто вот раз все из двух тысяч мы видим уже пятнадцать и минус по санейка хотя здесь уже дрим в обраточку хоть как-то наказать ответить ох по йо-йо ты-то срапирой по йо-йо жжот 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 просто крит как же он нарежет и по йо-йо будет эту игру завершать все внимание на рейс кинга да ну видно что уже гамбит потерялись понимают что надо делать что-то из ряда вон чтобы эту игру себе вернуть да уже больше пятнадцати даже с отставанием в две тысячи было сложно а что уже говорить про пятнадцать тысяч про рапиру на рейс кинге которого и так нечем было убивать а сейчас он имеет и три с половиной тысячи хитпоинтов и шестьсот урона с руки плюс крит в двести шестьдесят процентов вставляет здесь пак но его здесь не заберут линка спасает свое дело делает стоят варды на последней линии стычки добивает вк забирают еще и бараки да блэкхол да хорош здесь уже стоит яйцо и погибают здесь гамбиты неприятно неприятно могло бы быть все по другому но к сожалению первую игру забирают себе вичи гейминг игра была интересная подались шансы были не так все однозначно но все таки за 47 минут эта игра заканчивается и побеждать в ней вичи что же увидимся на второй карте а пока ненадолго я ухожу бэкхол бэкхол